Анна Райт. Улюбью и своя цена. Первая глава. Многие дети хотят скорее повзрослеть, ощутить себя взрослыми, значимыми. Не спрашивать разрешения у родителей, куда пойти и во сколько прийти. Принимать самостоятельные решения, ощутить вкус свободы. Чтобы их принимали такими, какие они есть. И не думай, что скажут люди, как посмотрят на тебя и твои поступки. Решать только тебе. Чтобы никто не мог тебя заставить сделать что-то против воли. Так размышляла Настя в свои 14 лет. Как и многие сверстники, она была уверена, что родители ее не понимают и слишком опекают. Она смотрела на своих друзей, которые имели больше свободы и самостоятельности, и завидовала им. Кое-кто из одноклассниц уже встречали с мальчиками. Ее единственным. На сегодняшний день желанием было скорее закончить школу и уйти из-под родительской опеки. И девочка верила, что как только двери школы останутся позади, наступит долгожданная свобода. Настя жила с родителями в большой трехкомнатной квартире. В самой маленькой комнате решено был оборудован кабинет для отца. Роман Леонидович преподавал историю. Он был высоким, широкоплечим мужчиной, черные волосы и чуть тронулась седина. Серые глаза всегда излучали доброту. Мама же наоборот. Была небольшого роста. Но как и у папы, ее глаза излучали доброту и искренность. Все их жесты и движения словно говорили о том, что они половинки друг друга. В нашем доме всегда царило тепло и уют. Это выражалось во всем. На одной из стен кабинета развешаны многочисленные дипломы, награды, семейные фотографии. Ближе к окну стоит компьютерный стол. На тепроложенной стене стеллаж с различными книгами. Настя вошла в кабинет и осмотрела фронт работы. Мама попросила навести в кабинете порядок. Смахнуть пыл с книжных полок. Расставить книги. Пропылесосить. Отец не разрешал ничего трогать в кабинете. Ему казалось, что там и так полный порядок. И переубедить его было невозможно. В этом они были схожи. Каждая вещь находилась на своем месте. И переставлять ее было кощунством. Обычно он сам наводил порядок в кабинете. Но на этот раз мама уговорила его провести генеральную уборку. После нескольких дней уговоров он сдался. Сначала девушка решила снять все книги с полок и протереть стеллаж. А уже потом смахнуть пыль с книг, которых было очень много. От классических произведений до энциклопедий. До самой верхней полки она не могла дотянуться и принесла стул. Встав на него, Настя потянулась за книгами, и одна из них с грохотом упала на пол. Из нее выскочил сложенный вдвое листок бумаг. Интересно, что это такое? Произнесла девушка, спускаясь со стула и разворачивая листок. Свидетельство об усыновлении удочерений. Докучаем Анастасия Викторовна. 5 июня 1990 год. Усыновлен у дочерина Сергеевым Романом Леонидовичем, гражданином России. Сергеевой Ниной Васильевной, гражданкой России. С присвоением ребенку фамилии Сергею, имя Анастасия, отчество Романа. И указанием даты рождения. 5 августа 1990 год, о чем 1992 года, мая месяца 25 числа, составлена запись акта об усыновлении удочерений номер 35. Настя прочитала это свидетельство несколько раз. Чье это свидетельство? Она никак не могла поверить в то, что видит. Неужели она читает это о себе? Ее мама и папа, не ее родители? Девушка сложила свидетельство и снова пополам и заново открыла. Казалось, что ее жизнь вот так только что сложилась пополам. Она ошарашенно присела на... Это какая-то ошибка. Прошептала девушка, с трудом сдерживая дружь в голосе. Из глаз ручом потекли слезы. Настя отбросила злосчастный листок в сторону. Ей казалось, что на ней разверзлись небеса. Неужели это происходит с ней? Не может быть! Не может быть! Сквозь слезы шептала девушка. Настя подобрала листок и перечитала его снова. Никакой ошибки не было. Она приемный ребенок. Жизнь в этот момент остановилась для нее, словно в часах села батарейка. В голове проносились тысячи мыслей. Почему меня бросили? Кто мои родители? Меня выкинули как мусор? Почему со мной так поступили? Кто я на самом деле? А вдруг мои родители воры и убийцы? А если и я буду такой же? Она и подумать не могла, что одна маленькая бумажка может перевернуть ее жизнь с ног на голову. Насте хотелось забиться в темный угол, чтобы ее никто не видел и не трогал. Через силу она собрала книги и поставила их на место. Убирать в кабинете желание пропало. Девушка сложила листок в четверо и положила в карман шурт. Вышла из кабинета и направилась в свою комнату. Взяла с полки фигурку ангела, который ей подарил папа на Рождество. Достала листок из кармана, свернула в трубочку и спрятала внутри статуэт. Затем подошла к письменному столу и достала из ящика блокнот с темно-синей бархатной обложкой. Это был ее дневник. Она раскрыла его и записала. 14 июля. Привет, Манюничок. Сегодня самый ужасный день в моей жизни. Я нашла то, что круто ее изменило. Представляешь, какая-то бумажка убила меня. Кто я в этой жизни? Отвечу тебе. Никто. Отброс общества. Просто мусор. Который выкинули за ненадобностью. С чего я это решила? А как можно назвать, если меня бросила родная мать? Чем я провинилась перед ней, что она со мной так поступила? Может быть, она умерла при родах? Но тогда напрашивается вопрос, почему меня не забрали отец или бабушка. А потому что даже им я не нужна. У меня столько вопросов в голове. Интересно. А родители собирались рассказать мне, что я им не родная. Я не смогу подойти к ним с этим вопросом сама. Я не знаю, что мне делать. Моё сердце разрывается от боли и ощущения ненужности. Я не хочу жить. Не хочу жить и знать, что я никто. Мне взяли жалость. Зачем я нужна чужим людям? Ты скажешь, что они любят меня? Я так не думаю. Им просто нужен был ребёнок для полноценной семьи. Теперь я начинаю понимать, почему мы переехали из одного города в другой. Чтобы не нашлись добрые люди и не рассказали правды обо мне. И, возможно, от тех, кто был моими родителям. Сделав запись в дневнике, девушка закрыла блокнот и спрятала его под матрас. Сдерживать свои эмоции она больше не смогла. Присев на кровать, она глубоко вздохнула. Обняв подушку, Настя легла и разрыдалась. Она и сама не заметила, как уснула. Девушка не слышала, как домой вернулись родители. Зайдя в комнату, Нина Васильевна увидела, что дочь заснула в одежде. Женщина подумала, что Настя заболела и пощупала её лоб. Он был холодным. Мама попыталась её разбудить, тронув за плечо. Но Настя не проснулась. Решив не трогать дочь до утра, она удалилась. Девушка проснулась глубокой ночью, встала и достала свой дневник. Подошла к столу, включила настольную лампу, открыла дневник и записала. 15 июля. Дорогой дневник. Сегодня последняя запись в тебе. Дорогие мамы и папы, если вы когда-нибудь найдёте мой дневник и прочтёте его, я хочу, чтобы вы знали. Я вас очень люблю, спасибо вам за всё, что вы для меня сделали. Но я не могу больше оставаться с вами. Я не знаю, поймёте ли вы когда-нибудь меня. Но я не могу жить так. Простите меня. Не хочу быть никем. Написав последнее слово, она вернула дневник на место. Бросив взгляд на часы, которые показывали два часа ночи. Погасив свет, Настя бесшумно вышла из своей комнаты. Проходя мимо комнаты родителей, заглянула при открытую дверь. Они мирно спали. И не догадывались, что сейчас творится на душе у дочери. Простите меня. Прошептала девушка, смахнув набежавшие слёзы. Настя поспешила покинуть дом. Чувство собственной ненужности и отверженности охватило полностью. Она уже не видела смысла в жизни. Выйдя из дома, она решительно направилась в сторону реки, находившейся неподалёку от дома. Стараясь не пускать в голову никаких мыслей. Иначе бы точно не смогла решиться на то, что задумала. На небе светила яркая полная луна. В тёплые летние ночи приятный ветерок расслабили её. Приближаясь к реке, Настя почувствовала, как силы оставляют её. Она остановилась на середине моста, размышляя о том, чтобы положить конец всему. Скинув голову, девушка наблюдала за звёздным небом и была так погружена своими мыслями, что даже не заметила, что за ней наблюдают. Настя перевела взгляд на тёмную гладь воды, вздохнула и тихо произнесла. «Этот мир хороший, но в нём нет места для меня». Она перелезла через поручень моста, собираясь спрыгнуть. «Совсем не страшно. Один шаг, и всё закончится». Закрыв глаза, девушка почти разжала руки и наклонилась вперёд, и вот как вдруг кто-то схватил её за руку. Настя открыла глаза и, повернув голову, увидела молодого человека, который крепко держал её руку.